Доброе утро. НРБК региональные новости. В студии Маргарита Гафарова. Мы вещаем из отеля Крам-Плаза Уфа. В Башкортостане намерены разработать госпрограмму по улучшению демографии. Такую рекомендацию в адрес правительства республики направили участники парламентских слушаний. Согласно статистике, в регионе несколько лет сохраняются тенденции естественной убыли населения. За год численность жителей упала почти на 13 тысяч человек. Число умерших в 2019 году на 17% выше числа родившихся. И вот, по словам специалистов, у снижения рождаемости глубокие социально-экономические причины, на которые накладывается старение населения и уменьшение числа женщин активного детородного возраста. Поэтому госпрограмма должна предусматривать комплексный подход, отмечают депутаты. В частности, улучшение материального благосостояния семьи, совершенствование доступной, качественной, бесплатной медицинской помощи, обеспечение миграционного прироста, снижение числа абортов и профессиональных заболеваний. При необходимости будут приняты новые законопроекты, отметил председатель республиканского госсобрания Константин Толкачев. Продолжение следует... Водители выполняли маневрирование с наполненным водой стаканом на крыше автомобиля. Цель на уровне общественности, на уровне средств массовой информации, показать важность и значимость и мотивировать водителей самим становиться легальными водителями такси. Потому что одно из требований конкурса для участия – это именно необходимость быть легальным водителем такси. То есть нужно иметь разрешение, нужно иметь определенный стаж, нужно иметь отсутствие тяжелых штрафов по ГИБДД. Победителем регионального этапа стал Альберт Дусеев. Он же первенствовал и в прошлом году, после чего представлял республику на федеральном уровне, где завоевал третье место. В прошлом году у нас было не такое большое количество участников, в этом году побольше. Я думаю, чем дальше, тем и больше людей будет. Но в этом году мне легче, потому что я через это прошел и знаю, какие мелкие нюансы. У меня стаж водительский более 20 лет. Я всегда за рулем. То есть у меня вся, даже предыдущая работа, вся была связана с рулем. В числе призеров и женщина-водитель такси Елена Тимофеева, она завоевала серебро. Ну и добавлю, победители регионального этапа получают денежные призы. 3 тысячи рублей за третье место, 5 тысяч рублей за второе и 10 тысяч рублей за первое место. Более 50 заявок поступило на участие в конкурсе городских проектов «Стерль-Тамак. Наш общий дом». В этом году его география расширилась. К проекту присоединились жители Шимбая и близлежащих районов. Победители конкурса получат гранты от башкирской содовой компании на реализацию своих проектов. Каждый житель Стерль-Тамака знает, сколько всего нужного и полезного для города сделало сон. Сегодня нам хочется, чтобы в реализацию необходимых для города проектов включились и его активные жители. Главная цель конкурса заключается в поддержке полезных инициатив, активных граждан, которые хотят улучшить жизнь в своем городе или районе. Данный конкурс башкирской содовой компании проводят уже во второй раз. Нам очень приятно, что те проекты, которые стали победительными в прошлом году, успешно реализованы и пользуются большой популярностью Стерль-Тамаки. Оргкомитет конкурса отмечает большое количество инициатив, направленных на улучшение городской среды, придомовых территорий, создание мемориальных комплексов, спортивных площадок. Напомню, общий грантовый фонд конкурса «Стерль-Тамак. Наш общий дом» от башкирской содовой компании составляет 3,5 миллиона рублей. Гран-при – 1 миллион рублей. Заявки принимаются до 31 октября на сайте «Стерль-Тамак. Наш общий дом. РФ». Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. В Уфе состоятся мероприятия, приуроченные празднику. Так, в 11 часов на городской набережной реки Белый пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе для слушателей Народного университета третьего возраста. Его проведет мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу. Четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Завершится мероприятие чаепитием на свежем воздухе. На площадке ВДНХ-экспо с 1 по 3 октября состоятся «Дни здоровья и долголетия». Для посетителей организуют лекции, творческие мастер-классы, консультации специалистов на различные темы. С сегодняшнего дня стартует неделя налоговой грамотности для школьников старших классов. Акция включает в себя сессию онлайн-уроков. До 7 октября состоится более 70 эфиров. Сотрудники налоговых органов расскажут учащимся о том, почему важно платить налоги вовремя и о последствиях их неуплаты. На кого накладывается обязанность по уплате налогов и с какого возраста. Разберут жизненные ситуации, возникающие при уплате налогов их родителями. А также познакомят с мобильным приложением налоги FL и различными интерактивными сервисами. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют. Американская валюта потеряла 90 копеек и курс составил 78 рублей 78 копеек. Евро минусует 59 копеек курса 92 рубля 43 копейки. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Акибанке по 78 рублей 40 копеек. И продажа доллара в Солидбанке 78 рублей 50 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Нейва по 91 рублю 70 копеек. И продажа евро в банке Финам по 91 рублю 89 копеек. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.